В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более 30 человек выздоровели, двое в тяжёлом состоянии. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Заявление можно подать дистанционно. Как будет проходить зачисление в детскую школу искусств номер 2? Полицейский дядя Стёпа в Сарове подвели итоги отборочного этапа 8-го всероссийского конкурса творческих поделок. Далее расскажем обо всём подробно. Темпы распространения коронавируса в мире снижаются. Об этом говорит официальная статистика. Всего новой инфекцией заразились более 4 миллионов 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 300 тысячам. Излечились от COVID-19 более полутора миллионов человек. Во многих странах жёсткие карантинные ограничения постепенно ослабляют. Стабилизировалась ситуация с распространением вируса и на территории России. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что страна вышла на плато эпидемии, которые так долго ждали. Хотя общее число больных коронавирусом 13 мая в России увеличилось почти на 11 тысяч, но по сравнению с предыдущим днём это на 757 человек меньше. Общее число инфицированных в России составляет более 230 тысяч человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 83 субъектах Российской Федерации. Больше всего в столице – 5392. За сутки 107 человек не смогли справиться с болезнью и погибли. Общее число погибших увеличилось до 2116. По 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет получат все российские семьи. Для оформления выплаты достаточно будет только подать заявление и ждать перечисления на указанные реквизиты. Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуг или через отделение Пенсионного фонда. Деньги на счёт одного из родителей будут перечислять с 1 июня 2020 года. Обратиться за соцподдержкой можно до 1 октября. На рассмотрение заявления отводится 5 рабочих дней, а на перечисление средств – не более трёх. Как сообщили в Минтруде, на финансирование таких выплат направят около 200 миллиардов рублей. Поддержку получат 22 миллиона российских детей. Пособие не будет облагаться налогом, а также учитываться при назначении других мер социальной поддержки. Также правительство скорректировало правила ежемесячной выплаты на детей до трёх лет. Новое постановление расширит перечень семей, которые могут претендовать на пособие. Теперь к ним относятся и те семьи, в которых первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020. За апрель, май и июнь на каждого ребёнка можно будет получить 5000 рублей в месяц. Достаточно ли эти и другие мероподдержки, которые государство объявило в связи с пандемией? Мы спросили об этом сыровчан в официальных группах канала «16» в социальных сетях. 75% участников опроса считают меры недостаточными, удовлетворены льготами и выплатами в период пандемии – 13%. Недовольна поддержкой бизнеса – 8%, а 4% не хватило финансовой помощи семьям. 271 новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области. Всего в регионе диагноз COVID-19 подтверждён у 5358 человек. Из общего числа заболевших почти 3000 человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно, либо в лёгкой форме. 864 нижегородцев выздоровели от коронавируса, скончались ещё три жители области. Число летальных случаев выросло до 35. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. За полтора месяца в Сарове протестированы на коронавирусную инфекцию почти 4000 горожан. На 13 мая заражённых 79 человек. Из них 31 человек выздоровел. Избавились от COVID-19, в том числе и пациенту, у которого болезнь протекала в средне-тяжёлой форме. Но увеличилось число тяжёлых больных. Ещё одного человека для лечения отправили в Приволжский окружной медицинский центр. Главный санитарный врач Сарова отметила, что новый больной не обратился сразу за медицинской помощью, а несколько дней провёл дома. Буквально вот эти пять дней лечения самостоятельного на дому привели к тому, что после праздников он уже в тяжёлом состоянии вчера поступил в клиническую больницу. На компьютерной томографии было явно видно уже поражение лёгких, причём коронавирусной инфекцией. И он в тяжелейшем состоянии сегодня отправлен в Приволжский окружной медицинский центр. На карантине находится 78 человек. К находившимся под наблюдением добавились контактирующие с заболевшим военнослужащим Саровской дивизии. Они все протестированы на сегодняшний день, они все отрицательные, но тем не менее пока ещё находятся дома на карантине. В число находящихся на карантине входят и выздоровевшие люди. Так, если в близком окружении есть больной коронавирусом, они контактным путём могут заразить других, например, на работе или в магазине. Поэтому эта категория людей продолжает соблюдать карантин. Чтобы ослабление ограничительных мер и постепенный выход из режима самоизоляции не спровоцировали новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в регионах вводят масочные режимы. Это значит, что в закрытых помещениях общего пользования и транспорте обязательно нужно надевать защитные маски и перчатки. Эти средства индивидуальной защиты стали своеобразным символом нашего времени. Впрочем, многие до сих пор не знают, как правильно разместить маску на своём лице и как долго её можно носить. Нет ничего проще, чем надеть маску, но даже у такого средства защиты есть определённые правила ношения, чтобы это было максимально комфортно и безопасно. Правило первое. Прежде чем надеть маску, необходимо обработать руки антисептиком. Второе. Повязку нужно носить наружу той стороной, где закрепляются верёвки, чтобы она плотно прилегала к лицу. Третье. Важное правило. Срок годности медицинской маски ограничен, поэтому лучше её менять каждые два часа. Казалось бы, инструкции элементарные, но далеко не все с ними справляются. Например, президент Южной Африки во время обращения к народу надеть маску смог не с первого раза. Если вы решили сделать маски самостоятельно, то выбирайте практичный материал, чтобы он не препятствовал нормальному дыханию. Также маски можно сделать из марли, сложив её в несколько слоёв. Перед повторным использованием тщательно продезинфицировать, постирать и прогладить утюгом. По словам специалистов, маска – универсальное средство защиты. Если здоровый человек носит маску, то при сохранении дистанции в полтора метра его шансы заразиться при встрече с носителем вируса падают до 70%. Если больной человек носит маску и соблюдает дистанцию, то, скорее всего, он никогда не заразит. Учитывая, что большинство носителей COVID-19 не имеют никаких симптомов, маска играет важную роль. Вы можете не знать о своей болезни, но, надевая маску, вы с большей долей вероятности защитите от коронавируса других. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба новостями становятся граждане, которые до пандемии запланировали отдых и заранее приобрели авиабилеты. Злоумышленники обзванивают таких людей, представляются сотрудниками авиакомпании и предлагают им обменять нереализованные билеты на ваучеры, которые можно будет использовать после снятия ограничений. В случае, если клиент отказывается оформить ваучер и просит вернуть ему потраченные деньги, аферисты обещают помочь урегулировать вопрос за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС-сообщения от банка. Из-за угрозы коронавируса сроки сдачи ЕГЭ решили перенести на более поздний срок. С таким заявлением выступил заместитель министра просвещения Виктор Басюк. По его словам, конкретные даты пока находятся в стадии обсуждения. Кроме того, чиновник рассказал, что единый госэкзамен в этом году будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Остальные могут выставить оценки в аттестат на основании итогов года без обязательной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. Экзамены для девятиклассников УГЭ решили и вовсе отменить. Весной традиционно начинается пора прослушиваний и просмотров в детских школах искусств. В этом году пандемия внесла свои коррективы в формат приема юных талантов на творческие отделения. Заявления на зачисление принимают дистанционно. О том, как будет проходить прием детей в детскую школу искусств номер 2, расскажем в следующем репортаже. Заявления на зачисление принимаются, но вслепую детей брать не будут. Как только наступит ясность со снятием ограничительных мер, в детской школе искусств номер 2 определяют даты прослушивания и просмотров. В этом году планируют зачислить на творческие отделения 70-80 детей. В отделении народных инструментов ждут юных музыкантов от 6,5 лет. Их научат играть на баяне, гитаре и домре. Народный отдел предполагает разнообразие инструментов. И хотелось бы, конечно, чтобы в школе когда-нибудь заиграл народный оркестр. Хотя бы небольшие ансамбль. Отделение народного вокала новичков убрать не будет. У них по плану набор в 2021 году. На остальные направления можно подать заявление с учетом возрастных категорий. Так в отделение декоративно-прикладного искусства могут попасть дети старше 10 лет. Эти направления обращены к традиционным ремеслам. Ребят там учат делать керамические изделия, шить народные костюмы, мастерить поделки из дерева. Вот эти народные отделения будут в школе жить. Вместе с тем мы будем развивать современные направления. Но вообще программа развития школы называется у нас концепция развития, традиции и инновации. Баланс возможен. Именно этим мы будем заниматься. Будем балансировать между национальной культурой, традиционной культурой и новыми направлениями деятельности. Подробнее познакомиться с условиями приема на конкретное отделение, а также узнать о внебюджетных местах можно на сайте детской школы искусств номер 2 в разделе «Приглашаем учиться». Там же можно скачать бланк заявлений и ознакомиться с критериями отбора на некоторые направления обучения. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Ряпов. Служба новостей. Саров, 24. Есть время походить в статусе жениха и невесты. Еще раз проверить все детали предстоящего торжества. Сотни тысяч пар были вынуждены выбирать новую дату для свадьбы. Кто-то воспринял обстоятельства с философским спокойствием, другие посчитали это знаком судьбы. Есть и тех, кто с легкостью вошел в ситуацию и с юмором отнесся к переменам. Сейчас Ирина со смехом рассказывает о том, как пришлось делать несколько десятков звонков. Узнавать, уточнять, переносить. А когда в начале апреля ей позвонила сотрудница ЗАГСа и сказала, что намеченной на 6 мая регистрации их с Владом брака не будет, то расстроилась и даже обиделась. Владислав воспринял новость с философским спокойствием. Да нормально, я это все воспринял. Перенесли и перенесли, ничего страшного. Долго выбирали дату. Хотели сохранить договоренности с ведущим, фотографом, арендой зала. Потом искали день, чтобы было удобно всем. Всегда же вносится какая-то предоплата, и не хочется с людей эту предоплату забирать, потому что все мы люди, все мы понимаем, в какую ситуацию попали. И вот там как-то мы пытались найти какой-нибудь денек, чтобы все это получилось, потому что уже было не так важно, какой это будет день, чтобы он просто случился. Свадьбу перенесли на середину лета. Июнь оставили в запасе для нормализации обстановки. Полтора месяца самоизоляции не прошли бесследно. Доход у людей сократился. Ирина и Влад дальновидно поступили в этой ситуации и подумали не только о себе, но и о своих близких. Ситуация у Ирины и Владислава не единичная, но это пример того, как можно спокойно воспринимать не всегда приятные подарки судьбы и достойно выходить из любой ситуации. А молодоженам мы желаем только позитивных эмоций и счастливой семейной жизни. Елена Грецкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. В Сарове подвели итоги первого этапа восьмого конкурса творческих поделок «Полицейский дядя Степа». Всероссийский фестиваль детского творчества проводился в преддверии Международного дня защиты детей и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России. В этом году на суд жюри было представлено 17 работ. Юные саровчане проявили фантазию и сделали фигурки самого знаменитого милиционера из различных материалов. Шестилетний Илья и Сережа Камышовы придумали и шили из подручного материала сотрудника ГАИ. А Игорь Мирошников создал из пластилина картину, изображающую территорию Саровского УВД с высоты птичьего полета. В городском этапе конкурса «Полицейский дядя Степа» приняли участие 17 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам предстояло изготовить из подручных материалов тематические поделки сотрудников органов внутренних дел, участкового уполномоченного, госавтоинспектора, кинолога, оперативника и других. В текущем году в связи с введением режима повышенной готовности и ряда ограничительных мероприятий был изменен формат проведения конкурса и подведения его итогов. Все это происходило путем онлайн-голосования и сами работы тоже в онлайн-режиме поступали для участия. В этом году в состав комиссии вошли представители общественного совета, ветеранской организации и сотрудники управления внутренних дел. Они оценивали конкурсантов по двум критериям в соответствии теме и аккуратности изготовления. Все работы вызвали восторг у членов жюри, но по условиям конкурса во второй этап в главном направлении внутренних дел по Нижегородской области было направлено всего три работы. Работы, которые отправятся в Нижний Новгород, пройдут отбор на региональном уровне. Лучшие поделки отправят на всероссийский конкурс «Москва». Посмотреть итоги всех этапов конкурса можно будет на сайте Главного управления МВД России по Нижегородской области. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служеб новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин